Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на канале ПАР. И сегодня мы займемся этим круглым аквариумом от компании Тетра. Те, кто следит за выпусками на канале ПАР, наверняка этот аквариум уже видели. Видели, как мы его запускали. Кто не видел, вот ссылочка об этом запуске. Он изначально предназначался для петушка. Видео называлось «Петушку новый дом» и обо всем, что в нем. Но на данный момент в этом аквариуме живут креветки вишневые. Этот аквариум уже примерно 2 месяца. Не касалась рука человека. Я за ним не ухаживал, не было времени. Единственное, что я делал, это доливы воды. Соответственно, за это время он зарос. Его нужно будет сегодня подстричь. На нем появился налет, который мы также сегодня уберем. Ну и вообще, настало время поухаживать за этим аквариумом. И настало это время уже достаточно давно. Давайте начнем. И начнем мы с подмены воды. Аквариум маленький. И для подмены я использую вот такое вот приспособление. Головка от шприца и обычная стандартная трубочка. Именно ей я подмену и буду здесь делать. Давайте сделаем это. Такими действиями, которые я сейчас выполняю, это всего лишь навсего подмена воды. Единственное, что я убираю, это какие-то остатки корма, который остается на растениях. Но ни в коем случае грунт не сифоню. Какие-никакие. Но здесь растения есть, это во-первых. Да и во-вторых, до грунта достать таким сифоном очень сложно. Да и не нужно, в принципе, этого делать. Подмену воды мы сделали. Теперь нам нужно будет подстричь мхи, которые находятся в этом аквариуме. Наверняка вы думаете о том, что к редкам тяжело здесь жилось за эти два месяца. Без особого ухода за этим аквариумом. Но есть одна вещь, которая спасает все это дело. Это угольный фильтр. Здесь внутри, в этой части, находится угольный фильтр. И да, он меняется раз в месяц, но никакие лекарственные препараты я не применял. Соответственно, его должно было хватить намного дольше. И я так полагаю, что его и хватило. Но теперь уже без замены не обойтись. Теперь нам придется выключить свет. Отключить оборудование. И пора приступать к подстрижке этого аквариума. Аквариум небольшой и лезть сюда большими аквариумными ножницами проблематично. Поэтому будем использовать обычные маникюрные женские ножницы. Поехали! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Два способа, которые я обычно применяю Это либо уксус, либо кусочек лимона Долька лимона Давайте, наверное, сделаем это с помощью лимона С помощью лимона сейчас Все это дело уберем Лимончиком сейчас просто-напросто Все это дело протрем Лимончиком Субтитры создавал DimaTorzok Если же аквариум задумываешься о том, что будет Если вдруг капелька капнет Попадет в воду Но на самом деле такое случалось У меня уже неоднократно И могу с уверенностью сказать, что ничего страшного Не случается Нормально реагируют на это дело креветки Да и рыбки тоже И аквариумы с рыбками, естественно, тоже так периодически Прочищаю, удаляя налет Поэтому бояться этого не стоит И данным способом Данным методом можно пользоваться смело Делаете ли вы так? Напишите об этом в комментариях Мне было бы очень интересно про это узнать Может вы делаете как-то по-другому Я раньше тоже удалял налет Пластиковыми карточками Скрипками разными Но этот метод менее эффективный Портится стекло все равно рано или поздно Получается так, что остается шкорябинки всякие И такой метод лично мне не подходит А вот с помощью дольки лимона Или с помощью уксуса Ну с уксусом, конечно, более аккуратно все это дело делаю Стараюсь, чтобы вообще в аквариум уксус не попадал Намного эффективнее все это дело Убирается Ну что? Почистил я свет Почистил верхнюю часть Все сделал также лимоном Даже частично уже долил воды Осталось вот еще немножко Сейчас еще стаканчик сюда Воды влезет Хочется сказать о том, что за эти два месяца По моим наблюдениям, конечно же Появились зеленые водоросли Они облепили оборудование Камни Здесь, кстати, вот эти вот камушки Которые лежатых здесь не все видно Здесь их вообще пять штучек Это вулканическая лава Причем разная Вот эту я покупал на птичьем рынке Вот темная, которая Посередине, по центру Они еще здесь есть по бокам Это лава от компании Декатоп Ну, зеленые водоросли неизбежны И вообще, я думаю так То, что водоросли в аквариуме Это естественно Вообще, это все сделано природой И да, мы от них избавляемся Но они были, есть и будут в аквариуме Другое дело, в каком они там будут количестве В каком количестве Сильно они будут завоевывать территорию или нет Это, конечно же, уже зависит И от баланса в аквариуме И от нас с вами От наших рук Знаний и умений Причем, хочу заметить То, что некоторые аквариумы Наоборот, нуждаются в водорослях Некоторые рыбки, некоторые улитки Нуждаются в водорослях Тот же самый атоцинклюс, например Он этими водорослями питается И поэтому Те, кто профессионально их содержит Те, кто занимаются атоцинклюсами Они наоборот делают яркий свет И все возможное Чтоб водорослевые обрастания были Ну и естественно Пришлось также почистить стекло изнутри Налет был зеленый Несильный, но он был И чистил я зубной щеткой Специально, которая у меня Предназначена для этого аквариума Отдельной И даже пластиковая карточка Все-таки мне пришлось Туда в воду залезть Потому что воду слил Не полностью Ну что, давайте дольем воды Лью смело Не боюсь, что это что-то там размоет Ничего там такого нет, что можно размыть Ну и еще хочется сказать о том, что Помимо двух видов мхов Которые я уже говорил здесь находятся Большая часть, которая покрывает все дно Это ламариопсис И также есть еще один небольшой папоротник Честно говоря, не помню его название Не нравится мне верхний лист Он потемнел за это время Частично, частями Скорее всего, я его буду отрезать Но не сейчас Посмотрю, что будет дальше Пока что его оставлю На этом уход за этим круглым аквариумом Считаю завершенным Последнее, что нам осталось сделать Сделать последний шажочек Это протереть стекло На помощь нам приходит Тряпочка Выручалочка Вообще в аквариумистике Без тряпки Выручалки Никуда Для того, чтобы Радовал глаз аквариуму Его нужно, конечно же Периодически протирать Потому что где-то Капельки воды остались Где-то кто-то Пальцем тыкнул И оставил свой отпечаток Для того, чтобы аквариум радовал Он должен быть чистым Снаружи И внутри Напоследок И хотел бы Задать один важный вопрос Поступило такое предложение Снять один День из жизни Акваблогера Снять один свой день Чем занимаюсь Что делаю Как ведется Видеосъемка Как все это дело Выкладывается Но перед тем, как проводить Эту работу, конечно же Я хотел бы спросить Вашего мнения Стоит ли такое Видео делать Будет ли оно Интересным вам Если нет То я этим заниматься Даже и не буду Но если вы Напишите в комментариях О том, что стоит такое Видео снять И вам было бы интересно Посмотреть Но все это дело со стороны Я честно говоря Еще сам себя со стороны Так не видел Как это у меня проходит день Что тот уходил С видеокамерой Снимал меня весь день Такого сам еще не делал Конечно же Видео будет не 24 часа Как я сплю Как я ем Но какие-то Самые основные моменты В этом видео будут В общем Пишите в комментариях Если наберется Много таких комментариев Которые будет написано Да, давай Руби Делай такое видео Мы такое видео сделаем Если же Таких комментариев не будет Или будет наоборот Комментарии Не нужно это делать Это мусор То делать такое видео не буду На этом видео Подошло к концу Я рад, что вы Посетили канал Пар Посмотрели это видео Всего вам доброго И до новых встреч В новых видео На канале Пар Пока-пока Пока-пока